Ребенка! Уаааа! Такая я несчастная! У меня даже на себя еды нет! Как я ребенка прокормлю! Опа! Бургер... У меня не денег на одежду для ребенка! Деньги? Да откуда это все берется? Какая же ты милая. Такой хорошенький животик. На тебе еще денег. Ты будешь лучшей мамой. Ну да, я еще та мама. Хотите животик поглазить? Да. И что они собрались все вокруг этой нищей? У тебя будет малыш. Это так классно. А ну, родошли. Дорогу беременной. Тоже беременна? В смысле тоже. Офигеть. Ты что? Куда тебе ребенка, нищенка? Нам и так в районе бомжей хватает. Китя, не говори так. Я вас может обеспечить своего ребенка. Чем? Мусором? Грязными тряпками вместо одежды? И огрызками вместо еды? Свали вообще отсюда. Тут все ради меня собрались. Вообще-то они меня ждали. Что-то беременные какие-то нервные. Ага. Уйди. Мы только на тебе деньги давать. Больше не будут. Да, ребят? А где все? Из-за твоего ора ушли. Испортила мне весь бизнес. Ушли, потому что от тебя воняет. Не переживай, малыш. У нас и без этих поклонников все будет хорошо. Как он мог так со мной поступить? Я самая невезучая на этом свете. Он еще пожалеет, что меня бросил. Вот-вот. Он еще пожалеет, что бросил нас с ребенком. А тебе что, тоже парень бросил? Ага. Как только узнал, что я беременна. И меня. А вот и мы. О, а вы что, помирились? Нет, конечно. Вы что, приперлись? Мы узнали, что вас бросили парни. И, короче, мы... Хотим быть отцами ваших детей. Ура! Я знала, 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 знала! Ура! Че ты радуешься? Они явно не к тебе. Фу. Этот кринж можешь оставить себе. И этот тоже. Вообще-то мы пришли к вам обеим. И выберем, кто из вас лучше. Ага. Чего? Вы будете выбирать между мной и этой? Да это я должна между вами выбирать. Придурки. Ну, значит, все будем мужьями, Ева. Не-не-не-не. Не надо мне три мужа. Мне это, надо тоже подумать. Ну, значит, посидим подождем. Ай, блин. Да кто принес мне этот карпус? Ты? Да? А, ну да. Напомню, зачем мы его с собой взяли? Так, че тут у нас? Ого, какие хоромы. Вот это богачка живет. Сейчас я и малыш че-то найдем. Так, тут пусто. Так. Опа. Денежки. Я думаю, это богачка Китти не заметит. Если я немного возьму... У нее же бабок дофига. И что ты тут делаешь? Ой, ой, я это, это тут... Ты лишь мои бабки? Мало того, что эти три идиота ко мне приперлись, так еще и ты в моем доме шаришься. Все, отдам. Так как же... Ой. Короче, сама поднимешь. Стоять! Карманы давай выворачивай. Вдруг ты у меня еще что-то стырила. Да нет у меня ничего. Показывай давай. Быстро. Ой, а вот вы где. А я вас везде ищу. Эта беднячка моей бабки тырит. Китти, ты чего? Нельзя кричать на Еву. Она же беременна. Вот именно. Так я тоже беременна. И мне тоже нельзя нервничать. От этой нищей идет стресс. Пошла отсюда. Опять придется идти на мусорку. На холод. Так нельзя, Ева. Ты будешь жить у меня. В моем большом особняке найдется комнатка как раз для тебя. Папа! Я не позволю ей забрать самого нормального парня. Ну, в смысле, ты же тоже еще не выбрала себе мужа. Поживешь пока у меня. О, вот это по-нашему. Так. А парни тоже здесь останутся? Ну, да. Нужно же посмотреть, кто лучше. Блин. Нужно избавиться от этих болванов. Вот это ржака. Блин, да что так неудобно? И так тоже. Что ты тут опять ноешь? Ноги некуда поставить. Ты же вроде богачка, а поставки для ног нет. Ты еще и возмущаться будешь? Сидишь на моем диване, смотришь мой телек, ешь мою еду. Ну, отдай. И подушка тоже моя. Китти, ты опять кричишь на Еву? Нет, ты что? Я бы тут нам фрукты принесла и подушечку для Евы, чтобы удобно было. Вот, возьми, покушай. И подушечку. Ой, какие вы все-таки милые. Евочка, а у тебя все в порядке? Угу, только ноги некуда закинуть. Ни слова больше. Вот, пуфик, так лучше? Намного. А я? Мне тоже неудобно. Я слышал, тут кому-то нужна подставка для ног. Да, мне. Вуаля. Эм, ты на какой-то свалке-то достал? Сам сделал. Ну, давай свои ножки. Мейт! Вот это да. У бедной Евы пуфик круче, чем у богатой Китти. О, и вы тут все. А что меня не позвали? Дилан, быстро организуй мне подставку под ноги. Сейчас все будет. Видала? И кто теперь круче? Ой, да ну тебя. Мне вообще надо на осмотр к врачу. Какая Ева молодец. Заботится о здоровье ребенка. А, я тоже забочусь. Вот к врачу иду. Беднячка, подожди меня. А как вы думаете, кто будет лучшей мамой, Китти или Ева? Пишите в комментариях. Я первая основа, сни. Нет, я лучше мама, чем ты. Да если бы я не пошла на осмотр, ты о нем даже не вспомнила. Ой, не трыди. Ах ты что? Что это за запах? Как вкусно пахнет. Ммм, вкуснотища. Фу, какая мерзость. Добрый день. Что вы делаете? Ем. Да это кит для УЗИ. Он несъедобный. Вот тупица. А, да я просто это, просто хотела ребеночка познакомить с процедурой. Ну, чтобы он не боялся. Вы на осмотр? А, да-да, только я первая. А, конечно, конечно. Ложитесь. Выпендрежница. Так, сейчас посмотрим. С малышом все хорошо. Вы уже знаете полу ребенка? Нет. И не смейте говорить. Я хочу устроить гендер-пати. Понял, понял. Э, а я тоже этот хочу, как его, ну этот вот, короче, пати хочу. Любой каприз за ваши деньги. А, ну, у меня нет денег. О, а взамен я больше не буду есть этот гель. Ладно уже, ложитесь. Поздравляю, у вас в обеде их все отлично. А вот и ваши конверты с полом ребенка. Спасибо. Все, можете быть свободны. Алло, да, я слушаю. Это мой счет. Что? Он вкусный. Идем уже. О, ты что, мусорные пакеты надуваешь? Это шарик. Я готовлю нашим Еве и Китти гендер-пати. Вечеринка? Это я люблю. Будем танцевать до утра. У-у-у. Нужно еще второй шарик надуть. А, можно я? Можно, 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 можно. Ну ладно, держи. Дилан, достаточно? Сейчас рванет. Ой, а что это он? Не простенький какой-то. Дилан, ты придурок. Лузеры. Таких, как вы, ни одна из наших беременных не выберет. Ой, как будто тебя выберут. Я вон хоть что-то делаю. Ну-ну. Алло. Нам нужно организовать самая богатая гендер-пати. Отлично. У вас 10 минут. Я девочкам сюрприз быстрее сделаю. Поймал. Ха, хотел лопнуть мой шарик. Ничего не вышло. А что, лопнуть надо было? Ха-ха. Тупицы. Теперь все дети будут мои, и я стану самым популярным. В смысле? Что это значит? Ничего. Это я просто так ляпнул. Так, а когда вечеринка-то, а? Никогда. Да блин, что я не так сделал опять-то, а? Блин, какая же я голодная. О, я тоже. Так это, давай пожрем. Убери свои лапы немытые. Где все эти олени? Я есть хочу. Что с тобой? Да ты парней наших оленей не назвала. Мда. Тебе палец покажи, ты тоже смеяться будешь? Не нормальная. Ладно, что там по еде? В холодильнике еда. О-о-о. Мне нужна прислуга, чтобы подавать еду. А я уволила всех этих криворуких. Да тише ты, я могу нам двоим еду достать. О, приятного аппетита. Никогда не ела за одним столом с нищенкой. Но я такая голодная, что пофиг. Приятного аппетита, мой маленький. Фу. Анчоусы со взбитыми сливками. А еще бананы и огурцы. Ммм. Вкусная киевая. Какая же ты отвратительная. Фу. Почему салат такой невкусный? Фу. Фу. Да что ж все такое отвратительное? Не знаю, у меня все очень вкусное. Что, правда так вкусно? Ага, попробуй. Эй, мне оставь. Йо-хоу, поздравляю. Это что такое? Генгер-пати. Ну, точнее его начало. Идемте скорее, я там такое подготовил. Ага, класс. Такое конфетти красивое. И розовое, и голубое. А только у кого девочка, а у кого мальчик? Ээээ, ну, наверное, у Китти мальчик, а у тебя девочка. Или наоборот. Ты перепутал у кого кто? Где наши конверты от врача? Эээ, это не я. Это Дилан их случайно сжег. Ааа, какие же вы тут были? Ааа, блин, все испортили. А мне все равно, кто будет мальчик или девочка. Главное, чтобы малыш был здоровый. Эти анчосы зубов буду три года доставать. Ой, зато какие они были вкусные. К тебе можно? Ага, заходи. Я тебе бутерброды принес. Класс. А че ты соус не размазал? А я специально нарисовал сердце. Че ты не сказал? Уже ничего. Ха, а че это мы тут спрятались? Хавка? А че это бутерброд с сердечком? Где сердечко? Топ-доп-доп. Я тебя, конечно, не люблю, но бутерброд съем. Эй, это мой бутерброд был. Блин, да помогите кто-нибудь. Сейчас. Че ты натворил? Там же хрупкие вещи. Это тебе карма за то, что ты меня подставил. Да может парень уже ссорится? При беременных нельзя орать. Слышал? Бумж. Ты первый начал. Я вообще-то подарочки для девочки принес. Это все мне? Так, беременную же нельзя поднимать тяжелое. Ой, мальчики, вы такие заботливые? Я вообще-то тоже заботливый. Хочешь? На руках буду тебя носить. Что это вы опять вокруг этой нищей трещи? Подарки ей поприносили и на руках носите. Хочешь? И тебя положу. Нет. Не хватало еще, чтобы ты меня уронил. Вот видишь, Китти, ты не ценишь того, что мы делаем. Подарки сама себе купишь. А Ева ценит наши старания. Ну и сидите с этой курицей. Моя любимая подружка. Ты что, забыла правила? Так, зачем ты меня вызывала? Для чего подбираем наряд? Вечеринка, день рождения. Свадьба? Мне срочно нужно платье для беременных. Точно, у тебя же будет ребеночек. Сначала за работу, а потом живот потрогаешь. Вперед! Тогда снимаем мерки. Только аккуратней, не побеспокой малыша. Готово. Готово. Вау. Какое блестящее. Отстойное платье. Но тебе же только что понравилось. Тебе показалось. Ааа, меня все тесит. Почему? Если парни бьются вокруг Ева, тогда и сейчас. Ааа. Мне нужен жених. У меня есть вариант, как тебе помочь. А что, наконец-то тусовка? Я не опоздал на тусовку. Как раз вовремя. У меня для вас объявление. Какая невкусная кола. Ева, ты что, беременным же нельзя пить газировку. Я схожу за персиковым соком. Стоять. Сначала объявление. Итак, я решила сделать приют для бедных. И первая, кто заселится в эту шикарную комнату, будет Ева. Вот это да. Не ожидала от тебя Китти. А ты, оказывается, вовсе не стерва, а очень даже добрая. Вот коза. Избавиться от меня хочет. Нужно что-то придумать. Вот это крутяк. Китти. Ты супер. Да-да, я такая. Я просто не могла смотреть, как эти бедные живут на мусорках. Они же портят репутацию нашего города. Растаскивают мусор. От них воняют. Согласны? Кажись, я что-то не то сказала. Ну давайте уже провожать Ему в новый дом. А мне это нельзя в новый дом. Я это, я, я рожаю. 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 Что делать? Нужно вызвать скорую. Или лучше такси. Вот крыса. Вот крыса. Опять все внимание на нее. А-а-а. Я тоже рожаю. А-а-а. Рожаю. Капец. Я в панике. Я в панике. А-а-а. Что делать? Рожаю. А-а-а. 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 Они что, реально упали в обморок? Да уж. Ну и паникеры, конечно. Фух. Хорошо, что на самом деле не рожаю. А-а-а. Как они могли нас так провести? А-а-а. Вруньи. Обманули, что рожают. У меня чуть сердце не остановилось. Какой же это трэш? А-а. Видишь, даже наш тупой понимает, что это ни в какие ворота. Я же просил апельсиновый сок, а не ананасовый. Ты все это время про сок думал? Тупица. У нас тут с нашими беременными проблемы. Мы здесь важные вещи обсуждаем. О, Дима, дорогой. Как же я скучала. А-а-а. Я так скучала. О-о-о. А что это за красивые мальчики рядом с тобой? На. На. Как хорошо, что я смогла сырить деньги у этой богачки. Сейчас похаваю. Так. Стоп. А это что такое? На. На. Я Зак. А ты кто? А я... А, это мое место. Ой, мальчики, вы такие классные. Спасибо. Я Нейт. Будем дружить. Будем, будем. Вот предатели. Хотят стать папами наших спиди детей, а сами тут с какой-то овцей зажимаются. Вы слышали это? Нет. Не переживай. Со мной тоже голоса в голове часто разговаривают. Нет. Ну, сок, конечно, отвратительный. Наконец-то я нашла время для масочки. Видишь, какая у тебя мама красивая, умная и заботливая. И избавилась от этой бомжички, чтобы она нам не мешала. Да, мой хороший? Китти, это просто стрэш. Опять ты? О, нет. Как ты меня уже достала? Ты еще должна быть в приюте для бездомных. Я тебе сейчас такое расскажу. Вали отсюда. Тебе все равно ни один из парней не достанется. Да послушай же ты. Короче, я только что видела наших с тобой женихов в кафе с какой-то курицей. Что? Не может быть. Да. А еще они с ней целовались. Как ее там зовут? А как же... О, моя Мия. Ну все. Капец им. Теперь им точно. Кана. Ей, ты зараза. Всем волосы поврываю. Она пожалеет, что на свет родилась. Ауч. Так вот же. Это же та зараза, которая наших парней целовала. Вы лошадьцы притворялись, что хотите усыновить наших детей? Котлы! Да? А сами с этой овцой тусуетесь, а? Девочки, успокойтесь. Это вообще-то сестра. Да там ты врешь. Чья сестра? Всех троих, что ли? Да нет же, это... Да что за паника вообще? Давайте знакомиться. Я Мия. Пардонте. Ну теперь понятно, чья это сестра. Я Ева. Вот это вы умные. Сразу поняли, чья Мика сестра. Мы хоть и не похожи. Но лучше у нас одевать. Ага, прям копия. Да, не мозг, походу, один на двоих. Да, да. Мия, а ты клевая. Естественно. Я вообще самая крутая на районе. Вот это настоящий деликатес. А не вот эти вот сопли, которые Китти ест. Как их там? Устрицы? Фу, устрицы. Бе, даже звучит противно. О, а вот это вкусняха. Ой, я так рада за брата. У него наконец-то появится ребеночек. Ну, это еще не факт, что он будет воспитывать моего ребенка. Ты че? Он у меня вообще классный. Когда мы были маленькие, он полез через забор спасать мой мяч. Даже злого пса не испугался. Вот это он смелый, оказывается. Правда, его тогда собака за попу покусала. Неделю потом сидеть не мог. Вот это он смелый и хороший, оказывается. Так а я о чем? О, кстати, у меня для тебя подарок. Ну, точнее для малыша. О, детские вещи Дилана. Даже запах его пота еще остался. Ого, какие миленькие. А почему здесь розовый цвет? Это просто Дилан в детстве на девочку был похож. А ну-ка. Ну, ты посмотри. Ну, прям вылитый Дилан. Ага. Что такое? Рожаешь, да? Нет, мне нечего надеть. Ааа, так это пустяки. Вставай, вставай. Вставай. Все. Давай. Чего-то не хватает. О. Класс. Вау, Мия, какое крутое платье. Спасибо, Мия. Ой, живот мешает. Надеюсь, после родов эта странная штука отпадет. Ну вот и готово. Надеюсь, девочки оценят мои старания. Что это за бомжанская люлька? Да тебя с такой ни одна из девочек не выберет. Ты ж бедняк. Хватит ружать. Ты вообще ничего не сделал для Китти и Евы. Вообще-то я уже заказал для них люк с кроватки. Так что я выиграл. Ну все, сейчас я разберусь с тобой по-мужски. Это кто еще с кем разберется? Не повезло тебе, бомж. Алло. Извините, но доставка детских кроваток переносится на завтра. Чего? Вы там офигели? Они мне нужны сегодня. Причем срочно. Ну и кто теперь в выигрыше? Лузер. Закрой свой рот. Моя кроватка. Так тебе и надо. Придурок. Я тебе сейчас эту коробку на голову надену. Эль. Ты чего? А ну иди сюда. А, бежали. Сдороги. А ну иди сюда, миллионер незаделанный. Чего вы орете? Забыли, что беременным нельзя нервничать? Какой стресс. Ребят, вы что, поссорились? Да этот тупой богач Зак сломал кроватку моего ребенка. Да ты сам ее сломал. Своей жирной жопой. А я тоже кроватку сделал. Нашему будущему ребенку будет так же удобно, как этому Мишке. Как это мило. Диан будет таким хорошим папой. И вы только посмотрите, какая она большая. Туда аж 10 дней влезет. Ну да, это еще хуже, чем твоя картонная люлька. Во-во. О, сердце колотится и ладошки потеют. Ага, у меня тоже. Ой, мы что, заболели гриппом? Нет же, глупая. Мы, походу, влюбились в Дилана. Ой-ой-ой, только не это. Нужно прилечь. А у меня тоже. Мне сейчас показалось, или Ева и Китти влюбились в этого идиота? Ну как они могли влюбиться в Дилана? Я же лучше. Это какой-то брит. Где мне теперь достать ребенка для бога, чтобы поднять просмотры? Какие просмотры? Ты о чем? Ты реально подумал, что мне нужны эти вечно орущие дети? Нет, просто они сейчас в тренде. Ах ты гад, как ты можешь такое говорить? Ах, вот не прикидывайся святошей, ты ведь явно что-то задумал. Нет, то есть да, короче, я просто хотел получить деньги, которые выплачивают за ребенка. А из-за этого Дилана все пропало. Так давай объединимся против него и поделим детей, точнее девушек. Точняк, тогда тебе Ева, а мне богатой Китти. Договорились. Да что ж такое? Медли! Ева, я тебя как раз ищу. А что ты тут делаешь? Не видишь, Солик? Пытаюсь заниматься гимнастикой для беременных. Но этот тупой мяч не хочет поддаваться. Так давай я тебя научу. Я как раз смотрел видеоуроки для беременных. Ну ладно, только не лопни мяч. Блин, да как это делается? Все понятно с тобой. Лучше позавить Дилана. Да зачем тебе этот Дилан, когда есть я? Я богач, а он просто тупица. Ауч! Ты что делаешь? Ненормально! Мне нужна любовь, а не деньги. Тупая девчонка! Ты еще пожалеешь! Почему эта кровать такая неудобная? Элис! Так, что случилось? Ты еще спрашиваешь! Почему моя простынь такая обычная? Быстро исправь! Одну секунду! Так лучше? Сейчас проверю. Мне неудобно! Срочно принеси мне подушку из золота! Вот так бы и сразу. Все равно неудобно! Бесит! Ой! Что случилось? Все в порядке? Малыш пинается. Вот видишь! Даже ему не нравится эта постель! Китти, ты чего кричишь? Что-то случилось? Что-то с ребенком? Да! Мой ребенок нервничает! Потому что у него мамы тупая помощница! Которая не может сделать нормальную постель! Я сейчас закажу лучшую постель! Давай я сделаю тебе мягкую подушку! Малышу точно понравится! Ладно! Только давай быстрее! А то я уже спать хочу! Смотри, какая подушка получилась! И удобная! Упс! Фу! Свались с моей кровати! Что ты вообще приперся? Мне никто, кроме Зилана, не нужен! Ну, Дилан же тупой! Зилан! Опой! Девочки, вы чего? Возьми меня в жены! Нет меня! Дилан, не соглашайся! Я же тебя заплачу! Очень много, только не бери их в жены! А я, а я, я тоже что-нибудь сделаю! Свалите! Мы выбрали Зилана! Тупые детки, без этого ребенка просмотры в моем блоге упадут! А я так и останусь бедным! Что? Так вы ради выгода хотели детей завести? Не зря я Дилана выбрала! Он будет лучшим мужем! Эээээ! Ну чего? А я не хочу жениться! Чего? А нафиг ты сюда приперся! Ну прикол, ну! Все пошли, и я пошел! Так-то у меня вообще-то девушка есть! Так вы все придурки, получается! А ну пошли вон отсюда! И чтобы я вас больше не видела! Идиоты! Да что нам теперь делать? Как что? Рожать? Ну нельзя кричать на Еву! Она же беременна! И что? Я тоже беременна сейчас! Я буду танцевать до утра! Так же тупо! Только не это! Ну что? Побольше, побольше! Нет, ну что, конечно, отвода! Давай! Отвода! А сами с этой овцой тусуетесь, а? Удачи! Уважения! Обрасай! Маши головах заболела! У! У! КОНЕЦ! КОНЕЦ! Продолжение следует...